Здравствуйте друзья, я очень рад что мое первое видео про шаблоны Home Assistant было встречено с большим интересом и получило у вас такой живой отклик. У меня были опасения что тема окажется слишком сложной, тем более что тут используется живой код без всяких конструкторов. Тем приятнее было читать ваши комментарии о продолжении. Не буду долго тянуть, продолжим тему и в этом видео поговорим о разделе шаблонов который называется Statements. Я не смог подобрать адекватного варианта перевода, поэтому решил оставить так как есть. Как и первая часть это видео посвящено теоретической части. К практике, я имею ввиду создание объектов на основе шаблонов, применение в автоматизациях, мы перейдем в следующих выпусках и там я покажу еще больше возможностей этой платформы. Как мы помним из первого урока, выражения оформляются при помощи двух пар фигурных скобок. Для Statements конструкция выглядит так. Это и есть ответ на вопрос почему шаблоны с разными скобками. На примере этого сенсора окна сделаем шаблон проверки состояния. Логика тут такая. Если статус сенсора открытия включено, значение шаблона выводит слово открыто. В случае если его статус выключено, в вывод идет слово закрыто. Во всех остальных случаях недоступно. Закрываем проверку. Проверяем его работу. Это один из самых распространенных вариантов шаблонов Statements, разберем его подробнее. Для примера возьмем уличный датчик температуры. Он выводит значение 11.11 градуса Цельсия. Сделаем шаблон, который в зависимости от этого значения будет выводить определенное слово. Первое условие начинается с оператора if если. Если значение более 30. Вывод равен очень жарко. На этом шаблон останавливается и остальные условия не проверяются. Если условие не сработало, проверяется следующее и так далее. Второе и все последующие условия начинаются с оператора if, иначе если. Далее задаются параметры проверки. Более 25, 20 и так далее. Далее пока условие не сработало. На условие более 10 градусов Цельсия шаблон срабатывает и останавливается. Вывод попадает в слово умеренно. Хотя все дальнейшие условия тоже по факту соблюдаются, они не проверяются, так как шаблон уже остановил проверку. Такой шаблон всегда завершается оператором andif. Рассмотренные условия имели определенную конкретику, в данном случае температуру. Также можно указать условие без конкретики. Оператор IELTS, если значение не подходит к одному из перечисленных выше, это будет если данных сенсора нет. Поэтому в этом случае вывод будет сенсор недоступен. Через некоторое время температура опустилась ниже 10 градусов Цельсия. Теперь работает следующее условие выше нуля. Вывод шаблона прохладно. Теперь рассмотрим более сложный вариант шаблона. В нем будет работать три объекта. Датчик движения и два светильника. Пока все три имеют статус выключено. Сделаем шаблон учитывающий все варианты их состояния. Первое условие начинается с if. Оно сработает в том случае, когда все три объекта будут включены, используется оператор N. Если оно сработает, выведется соответствующее сообщение. Следующее условие аналогично, за исключением того, что датчик движения должен быть выключен. Далее идет ситуация, когда есть движение, но оба светильника выключены. Затем условие, которое соблюдается в данный момент. Все выключено. Теперь комбинированный вариант, он состоит из двух частей. Он сработает, если выполнится любая из них. Есть в движении включен первый светильник. Или есть в движении включен второй светильник. Если будут включены или выключены оба, то шаблон сработает раньше. Это условие отличается только статусом датчика движения, он должен быть выключен. Проверим работу этого шаблона. Сейчас выключено все. Теперь работает один из светильников, движения нет. Включены оба светильника без движения. Выключаем первый светильник. Теперь появилось движение. Оба светильника выключены. Есть движение и весь свет включен. Один светильник. Оба выключены. Теперь разберем, что такое переменная. Для примера возьмем математический шаблон. Он берет значение трех сенсоров температур. Суммирует их. Сумму делим на 3. Округляем до второго знака. Получаем среднюю температуру. Если нам нужно создать шаблон, по примеру того, что мы рассмотрели ранее с уличным датчиком температуры, то конструкция получится очень громоздкая. Тут нам пригодится переменная. Вот как это выглядит. Оператор set присваивает переменной, которую назвал medium-темп. Имя ставим какое хотим. Результат шаблона вычисления средней температуры. А далее у нас идет стандартная проверка, где используется имя переменной, заменяющая собой громоздкий шаблон. Еще один момент связанный с форматом вывода. Обратите внимание, что между выводом результатов шаблона, тут много пустых строк. Дело в том, что каждая строка шаблона по умолчанию заканчивается символом новой строки. И иногда это вызывает проблемы при выводе значений на экран. Это можно убрать, если к скобкам добавить знак минус. Вначале он убирает новую строку перед выводом. В конце убирает ее после вывода значений. Вот что будет, если добавить минусы и в проверку. Выводы обоих шаблонов будут идти подряд друг за другом. Следующий вариант использования шаблона массив данных. Возьмем пример из прошлого видео, номер дня недели от 0 до 6. Сейчас понедельник 0. Сделаем шаблон подбора названий дня недели. Создаем переменную, которую я назвал dayNum. Ей присваиваем массив, он оформляется квадратными скобками. Перечень значений, название дней недели, через запятую. Каждое значение имеет номер, начинается от 0. Еще одна переменная день недели. В которой будет из созданного массива выбираться значение с номером, который берется из шаблона дня недели. Сейчас это 0, поэтому выводится первое значение массива 0. Можно проверить и остальные номера, указывая их вручную. Еще один пример для закрепления материала. Номер месяца в году. В отличие от шаблона дня недели, который возвращает номера от 0, этот шаблон дает привычную нумерацию от 1 до 12, сейчас 10 месяц. Принцип построения шаблона будет аналогичный, но с учетом корректировки по номеру. Сначала создаем переменную, которой присваиваем массив с названиями месяцев. Их тут 12, однако помним, что номера элементов массивов начинаются с нуля. Переменная, которая будет присвоена название месяца. Название берется из массива, а элемент это номер месяца из шаблона минус 1, это корректировка. Девятый элемент массива содержит название месяца. Мы разобрались с переменными и массивами, теперь можно перейти к циклам. Возьмем массив на 12 элементов из прошлого примера. Создадим для него цикл. Его начало объявляется оператором fo. Далее указывается переменная цикла, я ее назвал словом объект. И массив данных, в нашем случае 12 месяцев года. Этот шаблон поочередно перебирает все элементы массива, присваивая их значение переменной. По сути у этого шаблона 12 выводов. Помним как убрать лишние пустые строки. Как можно на практике применить такой шаблон? Давайте рассмотрим такой пример. Тут в качестве массива данных используются сущности домена свитч. Все розетки, выключатели, реле. Количество выводов цикла равно количеству свитч в системе, а переменной цикла присваивается вся доступная информация по каждому такому объекту. Добавим фильтр. Он работает тоже по шаблону. В нем переменная цикла, которой поочередно присваивается каждый свитч в системе. От которого берется только его идентификатор и его статус включено. Вывод тоже пустим только идентификаторы. Так будет нагляднее. А так будет компактнее. Список объектов обновляется в онлайне. Можем вывести только выключенные. Вместо идентификатора можно вывести имя объекта. Кстати подобные конструкции, но с большим количеством фильтров и модифицированным выводом, подробно показаны в моих уроках по телеметрии. Ссылки в описании. Я постарался максимально подробно все объяснить и показать на живых примерах. Надеюсь что вторая часть видео о шаблонах также будет вам полезна и интересна и даст ответы на многие ваши вопросы. Конечно это далеко еще не все что можно рассказать о темплейтс. Да я и сам не претендую на знание всех нюансов. Эта тема действительно бескрайняя. Далее у меня в планах, если конечно тема вам интересна, создание обучающих видео более практической направленности. Живые примеры использования шаблонов при создании различных объектов, в автоматизациях и т.д. Кстати у меня на канале уже есть довольно много таких видео, практика или блок Home Assistant. На этом все, если видео вам понравилось ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал если вы не сделали этого раньше. Если вы хотите поддержать развитие моего проекта, вы можете стать спонсорами канала. Также в описании под видео вы найдете ссылки на другие варианты материальной поддержки, мой телеграм-канал и файл с примерами шаблонов из этого урока. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всем мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok